Между Россией и Украиной может наступить новый этап взаимоотношений. Так считает спецпредставитель Киева по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по Украине. По его мнению, этому должен способствовать процесс, запущенный, как сказано из гуманных соображений, Владимиром Путиным. Речь о помиловании Надежды Савченко и дальнейшем освобождении россиян и украинцев. Сегодня стали известны новые подробности. Павел Краснов продолжит. Переговоры об освобождении заключенных, двух осужденных в России украинцев и арестованных киевскими властями журналистов из Одессы, были длительными и непростыми. По словам украинского переговорщика, стороны настаивали на выполнении своих требований. Но в итоге все спорные вопросы удалось согласовать. У Украины был интерес получить в Украину Савченко и Афанафию, которые были осуждены судами Российской Федерации. Естественно, для того, чтобы их освободить, надо было осуществить определенные взаимные действия. И было предложение освободить двух журналистов, Гличинского и господина Деденко. Медведчук утверждает, это он предложил Петру Порошенко кандидатуры одесских журналистов. В качестве тех, кого Украина могла бы передать России взамен осужденных. Получив согласие, он начал переговоры с российской стороной, которые завершились успехом. Я расцениваю эти действия как акт гуманизма. Я вообще расцениваю это как этап, который может, скажем, по-новому начать взаимоотношения между Россией и Украиной. И это продолжение действий, стратегических действий в гуманитарной сфере после освобождения Савченко, после освобождения двух граждан Российской Федерации в Украине. Я думаю, что такие шаги могут определить вот этот новый этап взаимоотношений России и Украины, в которых обе страны, я твердо уверен, нуждаются. Медведчук подтвердил, переговоры о взаимном освобождении удерживаемых лиц продолжаются и в Минске, где диалог между собой ведут Киев и Донбасс о выдаче тех, кто был взят в плен во время боевых действий. Имен пленников он называть не стал, заметив, что такие вопросы должны обсуждаться в тишине. Зато раскрыл цифры, о каком количестве пленных идет речь. Мы разыскиваем на территориях Луганской и Донецкой ЛНР 113 человек, которые находятся там как удерживаемые. Кроме этого, 647 человек мы ищем без вести пропавших. Соответственно, представители Луганской и Донецкой разыскивают 946 человек на территории подконтрольной Киеву. Обмен пленными по формуле «всех на всех» прописан в минских договоренностях. И это одно из положений, документы, выполнение которых буксует по вине Киева. Медведчук признал, закон об амнистии участников конфликта, принимать который Украина не торопится уже второй год, мог бы ускорить мирный процесс. Если говорить о характере и содержании обменов, то, безусловно, принятие закона об амнистии не просто облегчило, а могло бы решить именно по принципу, о котором мы с вами уже говорили, обмен всех на всех. Вместе с тем представитель Украины отметил, несмотря на сложности, переговоры о выдаче задержанных Киев и Донбасс продолжают, причем в ежедневном режиме.